Приветствую всех! Я сегодня решила записать видео насчет прививок, потому что получила несколько запросов, несколько вопросов. Как обстоит дело с прививками в Италии, как люди относятся и все тому подобное на эту тему. Знаю, что люди делятся на два лагеря. Одни категорически против, а другие категорически за. Но в Италии насчет этого не побалуешь. Здесь строгий закон и четкое расписание прививок. Сейчас я зачитаю вам 10 обязательных прививок, которые должны делать детям по закону. Значит, основные вакцины. Оспа вакцина, полиомелит, дифтерия, столбняк, гепатит B, коклюш, прививка против гриппа. Это идет первая доза. Вторая доза идет через три года после первой вакцинации. И туда уже входит корь, краснуха, свинка и вакцина против оспы. Вот, видимо, это две порции идет. Вижу, что против оспы второй раз написано, но не знаю, чем она там отличается. И это закон. Здесь не побалуешь и не поспоришь. Значит, парламентарии в первом чтении предлагали штрафовать родителей от 500 до 7500 евро. Представляете? Но все-таки прошли разные прения, чтения, там у них заседания и установили штраф от 100 до 500 евро, если родители уклоняются от вакцинации. Кроме того, что штраф вашего ребенка не примут ни в детский сад, ни в школу. Так, здесь что-то второе написано. Подождите. Обязательную вакцинацию в соответствии с установленным Министерством здравоохранения графиком вакцинации. Вакцинацию должны пройти все дети в возрасте от 0 до 6 лет, обучающиеся в яслях и детских садиках. Законопроект также предусматривает обязанность иметь прививки детям, посещающим начальную школу, младшие классы средней школы и первые два года средней школы, школа супериории, то есть до достижения 16 лет. Вот так здесь у нас строго и споры здесь будут неуместны. Хочешь, не хочешь, а нужно прививать детей. Кроме того, я хочу сказать, что мы тоже взрослые прививаемся от гриппа каждый год. Я уже лет 5 точно прививаюсь. Первые годы я еще не хотела, как-то крутилась, но потом я увидела... Мой муж прививается давно, по-моему, больше 10 лет. Я увидела, что он или не болеет вообще, или если он заболевает, то в очень легкой форме и у него быстро проходит. А я страдала, это вообще кошмар. Я уже вам об этом рассказывала, и я решила тоже прививаться. И слава Богу, несколько лет уже почти вообще не болею. Но иногда бывает такое, что где-то, может быть, какой-то вирус прицепится, но, видимо, иммунитет стал сильнее и очень быстро это все проходит. Вот так вот. Хочу сказать, что еще хотела сказать насчет этих прививок. Нашего внука, родителей, в смысле, мои дети, моего внука прививают по плану. По-моему, в Германии тоже насчет этого строго. Если что, девчонки, дополняйте, в каких странах вы живете, как у вас с этим обстоят дела. Знаю, что... Ну, уже повторюсь, знаю, что некоторые категорически против, а некоторые очень даже за и приветствуют это. Ну, в общем, вот так. Поделилась с вами тем, что я знаю. Если я что-то упустила, дополняйте. Может быть, у вас есть маленькие дети или внуки, или вы столкнулись с этой проблемой. И... Пишите комментарии. Короче, эта тема будет про прививки. Я знаю, что, особенно в России, читала на форумах и несколько видео смотрела, что мамочки не хотят прививать детей. Ну, вот не знаю, правы они или не правы. Вы должны... По-моему, каждый человек должен сам отвечать за себя и за свою семью, и за своих детей. И нужно понимать, чем вы рискуете, какие плюсы, минусы. Ну, вот, повторяю, в Италии с этим не забалуешь. И как бы ты не рассуждал, как бы ты не спорил, тебе придется делать прививки. Вот так вот. Закон такой. И... Ну, я знаю, что могут отложить график этот, если ребенок болеет, например, или у него там какие-то другие проблемы. Но это смотрят врачи. Это надо иметь контакт с врачами. Если они откладывают какую-то прививку в связи с какой-то причиной, то они, по-моему, дают какую-то справку, какое-то обоснование насчет этого. А так просто, чтобы уклониться, это не получится. Вот это такой ответ на вопрос о прививках. Все, рассказала, как обстоят дела в Италии. Я прочитала прямо закон. Выдержки из закона. Так что я ничего не сочиняю, не придумываю. Может быть, кто-то кинется спорить. И этот документ принят уже... Это уже приняли примерно полтора года назад. Такой закон. И, значит, вот тут еще в конце пишут, что нужен обязательно документ, подтверждающий вакцинацию. Вот. Он должен быть обязательно. Если вы приводите ребенка в школу, в садик или в какой-то коллектив, обязательно нужен этот документ. Ну вот. До свидания всем. Если что, задавайте еще какие-то вопросы или давайте обсудим эту тему в комментариях. Приглашаю. На этом пока все. До свидания. И встретимся в новых видео. Пока.